Здравствуйте! В эфире телекомпания Обнинск ТВ Новости. В студии Ильхам Нигматуллин и Анастасия Вичкаева. Сегодня в выпуске. Мероприятие «Должник». Сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами провели проверку автомобилистов на наличие неоплаченных штрафов. Настенная роспись. Владимир Охченников продолжает создавать свои картины на зданиях старинного Боровска. 90 лет. Обнинский художник Адам Ненштель отмечает юбилей. Счет 2-0 в пользу обнинцев. Футболисты команды «Квант», участвующие в очередном туре футбольного первенства России, среди команд третьего дивизиона, одержали победу над соперниками из подмосковного Долгопрудного. Завершается очередная рабочая неделя, и мы традиционно начинаем нашу программу с обзора наиболее заметных событий прошедших дней. Постановлением городской администрации с 12 мая и до 1 июня на территории Обнинска введен особый противопожарный режим. На этот период установлена повышенная административная ответственность за нарушение требований в области пожарной безопасности. На очередной планерке в администрации, прошедшей в понедельник, были затронуты такие темы, как ход проведения опрессовки системы отопления и подведение итогов месячника по благоустройству города. А главный санитарный врач Обнинска объявил о пике активности клещей. 17 мая в Обнинском МРНЦ, являющемся филиалом Национального медицинского исследовательского радиологического центра Минздрава России, открылась международная научно-практическая конференция. Трехдневный форум был посвящен последствиям чернобыльской катастрофы, а также анализу собранных данных и оценке готовности медиков всего мира к возможным радиологическим авариям в будущем. По данным организаторов, в конференции приняли участие около 200 экспертов, 60 из которых приехали в Обнинский из стран ближнего и дальнего зарубежья. В числе представленных докладов были и фундаментальные. К примеру, впервые была озвучена информация по следованию последствий аварии на атомной электростанции «Фукусима-1», случившейся в Японии пять лет назад. Финальный день конференции, 19 мая, в Обнинске состоялся завершающий круглый стол, посвященный теме совершенствования системы оказания медицинской помощи людям, которые подверглись радиационному воздействию в результате аварий и катастроф. Итогом трехдневной работы экспертов в Обнинске должно было стать утверждение резолюции с конкретными рекомендациями по совершенствованию работы в этой сфере. Однако организаторы предпочли изменить подход к итоговому документу, предложив коллегам обсудить его содержание более подробно в течение следующих нескольких недель. 18 мая Обнинск посетили представители германской компании-разработчик экологичных летательных аппаратов, работающих на электрической энергии. Компания «Волокоптер» создает экологичные вертолеты, работающие на электрической энергии. Одна такая машина способна вместить двух человек и уверенно держаться в воздухе в течение 15 минут. В будущем время полета планируется увеличить до 40 минут. В планах германских вертолетостроителей выпуск около 100 машин только для спортивного сегмента, что потребует размещения производственных площадок по всему миру. Обнинское предприятие «Технология» представители «Волокоптер» назвали хорошей компанией с высоким уровнем развития. Впрочем, о перспективах сотрудничества участники встречи пока не распространяются. Первый визит ознакомительный и взаимный интерес в будущем необходимо будет подкрепить условиями партнерства, которые должны устроить обе стороны. В рамках традиционного фестиваля конкурса «Семья года», проходившего при поддержке Обнинского центра социальной помощи семье и детям «Милосердие», в минувший вторник состоялось торжественное награждение номинантов. А в среду в музыкальном зале «Центра «Милосердие» состоялось подведение итогов конкурса «Расскажи о детском телефоне», проводившемся среди учащихся школ Калужской области. Конкурс проводился с целью информирования детей и подростков о службе детского телефона доверия. В рамках культурного сотрудничества и в преддверии Дня славянской письменности Обнинск на этой неделе посетила делегация из Сербии. В среду на сцене Дома культуры ФИИ состоялся концерт фольклорно-танцевального ансамбля «Банат Пионер». Сообщения о дорожно-транспортных происшествиях, кражах и случаях вандализма пополнили криминальную хронику минувших суток. А сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами 19 мая провели рейд по выявлению лиц, не уплативших административные штрафы. Подробнее расскажет Евгения Борода. В 10.50 утра в Малоярославецком районе на 115-м километре автодороги М3 Украина произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек. Увидев на дороге препятствие фуру Кея, припаркованную из-за поломки возле обочины, водитель «Газели» решил перестроиться на другую полосу. В результате маневра водитель «Мерседеса», двигающегося после малотоннажного авто, не успел затормозить и въехал в грузовик. От удара фуру отбросило на левую полосу, где двигался грузовик марки «ДАВ». В результате ДТП с серьезными травмами и повреждениями головы в больницу был доставлен водитель автомобиля «Кия». В период с 12 до 13 часов в Обнинске на улице Заводской сотрудники МПКХ, уходя на обед, забыли закрыть бытовку. Один из коммунальщиков, вернувшись через 20 минут, заметил пропажу телефона марки «Алкотель». Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей. На месте преступления похититель оставил сим-карту и чехол. Личность похитителя уже установлена. Им оказался подросток. Около 10.30 утра один из обнинских автомобилистов оставил на парковке на улице железнодорожный автомобиль марки «Реномиган». По возвращению из Москвы в 16 часов обнинец увидел свою машину уже с разбитым задним ветровым стеклом. Примечательно, что предполагаемый нарушитель не взял магнитолу или видеорегистратор. В результате акта вандализма ущерб составил 6 тысяч рублей. В этот же день на третьем этаже здания, расположенного по адресу Комарова, 6, сотрудниками полиции был установлен факт кражи. Женщина недолго отошла в другой кабинет, а когда вернулась, обнаружила пропажу сумки, в которой были документы, кошелек и диктофон стоимостью 5 тысяч рублей. В 12 часов ночи водитель автомобиля ВАЗ-2114 2004 года выпуска оставил свою машину на сигнализации во дворе на улице Липунского, 3. В 18.00 житель города вышел из дома и обнаружил пропажу ВАЗа. По факту кражи возбуждено уголовное дело. 19 мая сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами провели проверку автомобилистов на наличие неоплаченных штрафов. Сегодня проводится профилактическое мероприятие совместно с судебными приставами города Обнинска. В рамках профилактического мероприятия «Должник» выявляются водители, останавливаются, проверяются по базе городской, федеральной на задолженность, также административные штрафы, налоги. Первоначальные сведения о должниках проверяются на базе Обнинского структурного подразделения. Затем правонарушителю направляется повестка о вызове на прием. Далее выдается квитанция об оплате. В отдельных случаях встает вопрос о лишении прав. Права лишают, если за должность это материальные вреды оплачивают, алименты. Вот это по таким категориям. То есть штрафы ГИБДД здесь не показаны. В среднем за такой рейд сотрудники правоохранительных органов выявляют 10-15 правонарушителей. За 14 лет более 100 картин появилось на стенах зданий в старинном Боровске, автор которых художник-самоучка Владимир Овчинников. Проезжая по центру города, невозможно не заметить расписанные стены, портреты известных людей, исторические сюжеты, изображения старых улиц Боровска. Все это добавляет своеобразие облику города. Познакомиться с новым шедевром Владимира Овчинникова выехала и наша съемочная группа. Канатоходец Юрий Васильевич за антом и цветком в руках. И девушка, гуляющая по дороге, на заднем плане которой пейзаж Боровска появились неподалеку от районной администрации буквально три недели назад. Но изначально художник задумывал написать здесь другую картину. Владимир Овчинников не только расписывает стены зданий, но и занимается краеведением. Десять лет своей жизни он посвятил изучению истории политических репрессий. Но пока власти Боровска так и не дали Владимиру Александровичу разрешение на издание серии книг, открытие выставки и установку монументов в память о репрессированных боровчанах. Тогда я решил уже просто на заборе нарисовать серию портретов расстрелянных в годы Большого террора. 1937-38 год. Получилось неплохо. Обратил внимание и губернатор и дал сигнал поднять шлагбаум, поставить здесь памятник. Я рисую эскиз, где на этой стене, вот на этой стене, предлагаю изобразить те же портреты расстрелянных. Но эскиз не приняли. Власти посчитали нецелесообразным размещать подобные изображения на здании около районной администрации. И было принято решение на этой стене изобразить панораму Боровска в романтическом сюжете. Взгляды вольного художника нередко расходятся с позицией администрации Боровска. Из-за подобного непонимания пострадали более десятка работ Владимира Овчинникова. Их порой просто закрашивали. Были размовки, доходившие и до суда. За исключением первого мэра, который был здесь у нас до 2004 года, Егерев Александр Иванович, он поддержал и всячески содействовал. А все остальные только закрашивали, брюзжали. Это не так, это не так. Правда, сейчас напряжение в отношениях спало, и он продолжает работать. Создавая уникальный внешний вид Боровска в тандеме со своей женой, поэтессой Эльвирой Чистяковой. Именно благодаря ей появилась идея к изображениям на стенах добавлять и стихотворные строки. Стихи у меня есть практически на всех картинах. Вот мы работаем в Творческом союзе с женой. Она пишет стихи, я работаю кистью. Сюжеты обговариваем тоже. Сюжеты, стихи дополняют понимание, придают, углубляют, так сказать, эту картину. Вместе получается неплохо. Картины не только привлекают туристов в Боровск, но и местные жители таким путем, хотят они этого или нет, приобщаются к искусству. Художник Владимир Овчинников хочет, чтобы историю города знал каждый боровчанин, хотя бы по его картинам. Анастасия Вечкаева, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ, Боровск. А 19 мая в Музей истории города Обнинска прошло торжественное открытие выставки – произведений художника Адама Ненштеля, приуроченное к 90-летию со дня рождения автора картин. На праздничном событии побывала и наша съемочная группа. Адам Ненштель много лет работал водителем у высокопоставленных людей. Часто бывал в командировках и много путешествовал по России. Писал свои картины, порой сидя прямо в автомобиле. То, что вот белым выглядит, снежное, это все из машины. Из машины. Морозы где-то, работа потихоньку. Вот такие особенности. И путешествия, которые были. Специально ничего не искал. Только выискал то, что вокруг меня. Вот моя география, Таймыр. Вот Саяна Шушинская, командировки, красноярские художники. Учился рисовать Адам Адамович в Норильске в изо-студии под руководством заслуженного художника России Николая Лоя. Затем шесть лет сам руководил той же студией изобразительного искусства. В 1979 году он переехал в Обнинск. За это время в Музее истории города прошло семь персональных выставок художника. Ворошил старое. Где-то поправлял что-нибудь. Вот, собственно, все. Ну, новое, многое появилось, живя в Обнинске. Художнику особенно полюбилась природа нашего края. За время пребывания в Обнинске он написал более ста картин. В его многочисленной коллекции есть изображения реки Протвы, Боровских храмов, пизяжи с лесами и полями Белкина и Кобицына. Это седьмая выставка нашего замечательного, талантливейшего художника, самобытного художника, совершенно по-особому чувствующего природу и умеющего отразить, передать эти чувства. Мы все очень любим Адама Адамовича, ценим его. И надо сказать, мало у кого в домах нет его работы. Вот сегодня не случайно стоит сирень. Мне кажется, лучше, чем Адам Адамович, сирень вообще никто не нарисовал. Сегодня он руководит из-за студии клуба ветеранов в Обнинске. Его работы находятся в собраниях музеев по всей России и в частных коллекциях, в том числе и за рубежом. Адам Ненштиль стал неотъемлемой частью Наукограда и уже вместе со своим творчеством вошел в историю нашего края. В очередном туре футбольного первенства России среди команд третьего дивизиона Обнинский «Квант» принимал на своем поле команду из подмосковного Долгопрудного. Наши футболисты одержали волевую победу со счетом 2-0 и существенно улучшили свое турнирное положение. На матче присутствовал наш спортивный обозреватель Николай Хнычков. Соперник «Кванто» молодежный состав клуба «Долгопрудный», выступающий во втором дивизионе чемпионата России, оставил приятные впечатления. Техничная скоростная команда с цепкими игроками, единственным недостатком которой можно назвать то, что футболисты, стремясь как можно лучше проявить себя, сваливаются на индивидуальную игру. Такая тактика может приносить плоды лишь при несобранности защитных порядков противника, но в этой игре оборона нашего «Кванто» сыграла на отлично. Опытные Денис Курбангалеев и Павел Писаренко умело просчитывали ходы подмосковной команды и разрушали атаки на подступах к штрафной. Ну а когда за тыл испокоен, можно смело идти вперед. В своей атакующей манере хозяева поля не изменили и были вознаграждены. На 26-й минуте вернувшийся в строй после травмы Сергей Захаров открыл счет. Гости, раздосадованные таким поворотом дела, все-таки сказывается юношеский максимализм и горячность, бросились отыгрываться и даже создали пара опасных моментов у ворот Владислава Прошкина, но до взятия добраться не смогли. Во второй половине «Наукоградовский клуб» вел плавномерную осаду, и в самой концовке матча Радус Тагереску установил окончательный счет, создав при этом маленький футбольный шедевр. Итог игры мы попросили подвести тренера футбольной школы «Квант» и в недавнем прошлом игрока основной команды. Команда хорошая, у них ребята под команду мастеров вообще, плюс три профессионала на поле были, причем эти профессионалы в прошлые годы нам создавали большие проблемы. То есть там вот Борзых, он там нам постоянно регулярно здесь забивал. А в этом сыграли довольно-таки строго сзади, во-первых, то есть практически ничего им не дали создать. Ну, просто единственное, что в концовку в первом тайме подводило, в плане того, что создали это, подходов много и концовки не было. Единственное, что Захаров забил, это единственный момент, который такой был острый. После этой победы «Квант» с седьмого места переместился на четвертое, вошел в лидирующую группу и следующий домашний матч проведет 30 мая. Соперник – Матищинский Олимпик. Николай Хнычков, Николай Потрепалин, телекомпания «Обнинск ТВ». Это все, о чем мы и наши коллеги хотели рассказать вам сегодня. Программа новостей выходит на нашем телеканале 5 раз в неделю по будням в 19.00. Кроме того, вы можете посмотреть выпуск новостей на интернет-сайте телекомпании «Обнинск ТВ» и в социальных сетях. Мы прощаемся с вами до понедельника. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин